Отключай, отключай, не бойся. Ему мало неприятностей. Будут еще неприятности. Встретить людей, которые намерены отключить электричество, дачник решил вооружившись устройством для подачи сигнальной ракеты. В электромонтера мужчина не попал, но избежать отключения также не вышло. Ну, отключили один раз, он самовольно повторно подключился. Приехали второй раз отключать. Вот он уже вышел с сигнальным пистолетом. Инцидент, который случился, вызвал массу недовольства от других дачников. По словам некоторых из здешних садоводов, хозяин участка не первый раз нарушает устав общества. Пришли, например, у него посмотреть счетчик, да, не пустил комиссию. Вы представляете? Значит, у него, наверное, хищение есть. И вот этот участок, там заросли, все машины наши царапают. Далее, 15-го же числа было направлено уведомление о задолженности, опять ему под роспись лично. Он от росписи снова отказался. По словам председателя СНТ «Заря», дачник систематически не платит за коммунальные услуги. Все это отражено в документах. Также он считает, что инцидент с оружием можно было избежать, если бы грамотно сработали правоохранительные органы. Они не задержали данного гражданина, не изъяли у него оружие, из которого он производил выстрелы, не проверили наличие документов, подлежит ли это, значит, лицензируем, не подлежит данное, значит, орудие. Вот. И, в общем-то, уехали ни с чем. Все. Протокол по 7.19 также составлен не был, и я так думаю, не будет он составлен. Сам участник видео сегодня рассказал, что в человека на столбе он не стрелял, да и на кадрах видно, что сигнальная ракета намеренно была направлена в сторону. На вопрос, зачем он пошел на такие меры, мужчина ответил, что защищал свое имущество. Я второй раз пульнул и ушел. Конечно, не мне его. Я же соображаю. Я же соображаю. Я пульнул и ушел. Ну, отрезали, отрезали. Я сейчас должен опять покупать СИП. Это мое имущество. Как я еще должен защищать? Ну, правильно. Виллы взять. Прошли те времена. Драться с ним я не хочу. Масса вопросов. Что, 90-е годы возвращаться? Ну, один человек баламутит весь сад. Вот точно. Ситуацию, которая сейчас происходит в СНТ Заря, без участия третьей стороны, участникам конфликта разрешить, скорее всего, не получится. Потому что каждый стоит на своем и у каждого своя правда. Решить проблему им поможет суд, в который и председатель СНТ, и дачник, которого отключили от электричества, вынуждены и намерены обратиться. Андрей Трофимов, Максим Зуйков, телеканал Эфир.